вот такая кастомная штуковина поступила сегодня в азоточку от ярослава по правде сказать ни малейшего представления не имею чьих кистей данная работа выполнено данное решение по мотивам классических нихан комиссори однако имеет ярко выраженный и всем нам прекрасно известный western grind другими словами выборка как на обычных клинковых бритвах на складных только того что решение оформлено вот таким образом имеет вот такой вероятно знак производителя чем-то похожий на ежа боюсь ошибиться пусть спецы поправят сразу отмечу следующее роквелов здесь напихали по карманам по всем мне кажется тут наверное не 61 не 62 туда в сторону больше 65 единиц ну и сталь наверное где-то в районе боюсь ошибиться но по характеру работы наверно что-то типа х12мф такая очень твердая очень твердая очень такая требующая внимание при обработке однако нельзя не отметить очень хорошее взаимодействие комплекса данной стали ее скажем так характеристик и взаимодействие в результате с абразивными материалами очень правильно не могу сказать что крайне легко она точится очень правильно никаких выпадений там ничего этого нет единственное сразу забегая чуть-чуть вперед к ярославу а вместе с ним ко всем владельцам вот таких вот твердых решений если в обычных случаях допустим правка бритвы и занимает ну скажем так от 20 до 30 проходов по ремню в таком случае запросто умножаете на 2 и будет приблизительное понимание того сколько проходов нужно делать для того чтобы вот такую твердость и саму сталь обработать еще один момент для ярослава прежде всего которого отдельно сердечно приветствую для вот такого решения необходим будет отдельные ремень я так подозреваю потому что несмотря на то что нос я основательно скруглил основательно она и была обработана таким образом что носик был скруглен однако скруглил дополнительно зная как себя эти носы ведут и вот этот еще момент относительно скажем так ребра обуха со стороны спуска и с верхней стороны с ребра выполнена на таким образом что будет ремень в обязательном порядке царапать в обязательном порядке нос и вот эта часть будет царапать сто процентов свой ремень я только чтобы перешлифовывал после вот этой бритвы поэтому это надо иметь ввиду будет ремень портить портить активно будет портить если ремень стоящий а он таким и должен быть то над этим моментом надо будет задуматься и еще один нюанс здесь опять же такие чисто по опыту могу отметить что углерода в данной конкретной единице там больше процента далеко очень надо внимательно следить поскольку здесь спуск будем так это называть сатинированный очень внимательно следить за водичкой используете бритву бреетесь допустим сделали проход набралась там пена пену мыли или стерли лучше смыли и потом сразу полотенцем вытирать поскольку вот эти вот эти зарождающиеся очаги коррозионные это все от того что влага своевременно не стирается мы же начнем потихонечку проверку нарез волоса ну заточилась справедливости ради очень очень хорошо но опять же таки очень и очень твердой сталь тут опять же таки ничего мы не услышим поскольку выборка недостаточная для образования каких бы то ни было аудио составляющих так на корень а это уже от корня пошли острота крайне приличного уровня набралась ну что больше в общем то добавить наверное ничего бритва пакуется отправляется законному владельцу я же с вами надолго не прощаюсь вот здесь еще подожму биндером чтобы она не поэтому что остается добавить оригадок от займас и до скорых встреч в эфире пока